День кинолога День кинологической службы МВД и их четвероногие помощники Общегородской выпускной Для нефтеюганских 11-классников состоялся итоговый вечер прощания со школьной жизнью Вопросы общественной безопасности обсудили участники комиссии по предупреждению правонарушений Встреча прошла в городской администрации В частности, говорили о подростковой преступности и профилактике краж личного имущества Наш корреспондент продолжит Значительно снизилось количество преступлений, совершенных подростками Как сообщают сотрудники полиции, профилактическая работа за последние два года дала свои результаты Удалось стабилизировать ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних Это благодаря не только листовкам и видеороликам, но и личному общению В образовательных организациях города проведено 7 мероприятий просветительского характера Семинары, лектории, круглые столы Принято участие в проведении 16 классных часов Общий охват детей составил 15 688 человек За текущий период 2023 года были проведены оперативно-профилактические мероприятия Здоровье, семья, твой выбор, защита, алкоголь, дети России, сорняк, курорт В ходе которых проверены все несовершеннолетние Особое внимание уделяется детям, стоящим на учёте Не потому, что они совершили что-то противозаконное, а потому, что находятся в группе риска В образовательных организациях за такими ребятами закреплены наставники Далее обсудили социальную и трудовую адаптацию освободившихся из мест лишения свободы С начала года ранее судимыми гражданами было совершено 106 преступлений В том числе неуплата алиментов Поэтому остро стоит вопрос их трудоустройства В настоящее время на профилактическом учёте в МВД России по городу Нефтьюганску Состоит 112 лиц по категории административный надзор Из общего количества лиц ранее судимых, состоящих на профилактических учётов 30 лиц трудоустроены в соответствии с трудовым договором 20% трудоустроены неофициально, работают по срочным трудовым договорам Либо ещё какие-либо варианты И оставшаяся часть лиц около 50% нетрудоустроены или имеют случайные заработки Павел Гусенков призвал организовать рабочую группу Чтобы сотрудничать не только с центром занятости, но и напрямую с трудовыми коллективами Следующий вопрос о просечении краж Кстати, их количество сократилось на 11% Но особую тревогу вызывают велосипеды и самокаты, оставленные без присмотра Наша внимание привлекла ситуация с отсутствием Либо с недостаточным оборудованием парковочными приспособлениями Территорий муниципальных организаций в сфере, прежде всего, образования Беседа с горожанами о том, что своё имущество нужно беречь, не всегда приносит результат Жители продолжают оставлять свой транспорт без противоугонки Чтобы до них не добрались воришки, полицейские при патрулировании улиц Обращают внимание на бесхозные велосипеды и самокаты А после доставляют их на хранение в ОМВД Кстати, с начала года было совершено пять таких краж Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск» 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз Ровно 82 года назад началась Великая Отечественная война Завтра по московскому времени в России состоится День памяти и скорби В память о героях, отдавших свою жизнь за мирное небо В 12.15 будет объявлена минута молчания Указом президента России от 8 июня 1996 года Была установлена памятная дата – День памяти и скорби Во всей стране в 12.15 на одну минуту жизнь замрет полностью Именно в это время, 22 июня 1941-го, в эфире советского радио Сообщили о нападении нацистской Германии на Советский Союз Надежде Башкировой не было и 14 лет, когда началась война Всех мужчин в поселке, включая двух братьев и отца Которому было далеко за 40, забрали на фронт В фабричных станков и на колхозных полях их заменили женщины и дети День, который навсегда изменил жизнь миллионов людей, друженица тыла помнит до сих пор Все волновали, все плакали, не знали, куда себе идти Это напряженное было волнение Все плачут и собралось весь поселок Все собрались и все семьи пришли провожать солдата Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века Отметим, что акция в России проходит 28 раз Предлагаем нефтьюганцам присоединиться к ней и почтить минуты молчания всех погибших Посетили автомойку и кафе Сотрудники миграционной службы вышли в очередной рейд Проверили документы граждан, которые находятся на территории Российской Федерации И осуществляют трудовую деятельность С ними отправилась и наша съемочная группа Здравствуйте, отдел по опросу миграции У нас проверка вашего помещения Граждан, которые осуществляют трудовую деятельность С нами пойдемте Ваши документы тоже предоставьте Работу по пресечению преступлений и правонарушения в сфере миграции в Нефтьюганске проводят на постоянной основе Профилактические обходы совершаются не только по адресам массовой регистрации, но и по организациям Вы здесь администратор? Да Сколько у вас человек работает здесь? Крой Они все здесь на месте? Сегодня сотрудники миграционной службы побывали на двух объектах, где могли находиться иностранные граждане Нарушений не выявлено В ходе сегодняшнего мероприятия при проверке автомоечного комплекса «Шторм» Было правильно пятеро граждан Из них, которые имеют два вида на жительство То есть имеют законные основания для успеха на траву деятельности Трое из них граждане Российской Федерации С 19 по 23 июня проводится комплексная оперативная профилактическая операция «Нелегал-2023» Основная цель которой – усиление контроля за пребыванием иностранных граждан При проверке общепита как шашлычная Было установлено пять граждан, также имеющих вид на жительство, патенты В патентах имеется отметка профессии кухрабочий, официант То есть нарушений по линии миграции не выявлено В Нефтьюганске подобные рейды проходят на постоянной основе Всем зарубежным гостям, которые еще не успели встать на миграционный учет Следует обратиться в надлежащие службы города Нефтьюганска Сегодня российские кинологи отмечают свой профессиональный праздник Они вместе со своими четвероногими напарниками помогают оперативно раскрывать преступления Как проходит дрессировка, а также служба у нефтьюганских собак, расскажет Ангелина Буржинская В Нефтьюганске сейчас работают 10 кинологов и 12 четвероногих полицейских Благодаря острому нюху собак и многочасовым тренировкам с ними правоохранители раскрывают самые сложные и запутанные преступления Поймать злоумышленника, найти наркотики, оружие и даже взрывчатку Всему этому обучают пушистых помощников с самых юных лет В этом году мы раскрыли два таких преступления Незаконно хранили порох в колодце на шлеме и на квартире Это тоже как бы и очень много статей, 228 статья Это незаконно хранение наркотиков, наркотических средств И вот буквально недавно за прям очень много мы, как бы не мы, а сотрудники ГАИ остановили машину И мы там нашли как бы такую хорошую эту массу гашиша Тоже как бы молодец собака, хорошо сработала тогда С начала года у кинологов и служебных собак было уже 17 командировок Но как и у каждого человека, так и у собаки есть заслуженный отдых После 8 лет плодотворной работы, сотен раскрытых преступлений и задержаний Собака отправляется на пенсию Когда подходит срок для отставки для четвероногих полицейских, ищут новых хозяев И вот как мы только дали объявление, что мы списываем собак Вы не представляете, что творилось с нашими телефонами У меня рабочий телефон разрывался, сотовый мой разрывался В этом году две собаки отправились на заслуженную пенсию Кинологам, обучившим еще щенков, очень тяжело прощаться Ведь вместе они прошли большой путь Мы обучаем собаку 12 месяцев максимум Затем мы сдаем экзамены Мы ездим в центр кинологической службы Пахмау Это находится в дислокации города Сургуте И там уже комиссия смотрит и принимает решение Готова собака нести службу, либо не готова Если готова, они дают нам акт о готовности И все, мы можем применять, закрепляем за кинологом И все, собака работает В прошлом году на службу приняли двух новых щенков Платину и Периса Сейчас они уже выросли и являются полноценными служебными собаками В этом году Перис смогла обнаружить большое количество спрятанного пороха С начала службы они выезжают на места происшествий И на профилактические обследования массовых пребываний граждан С января месяца две вот эти служебные собаки у нас участвовали в 85 сообщениях о заминировании объектов Это в основном были школы Вот это платье на вырослых Ладно, ладно, все В следующем году сотрудники кинологической службы ожидают пополнения На смену выйдут новые напарники Специалистам предстоит непростой путь воспитания и дрессировки будущих четвероногих полицейских Накануне нефтьюганские 11-классники встретили самый, без сомнения, долгожданный день за все годы своей учебы Сначала получили аттестаты, после выслушали поздравления от родственников, учителей и друзей А уже вечером приняли участие в общегородском празднике выпускник 2023 Из-за коронавируса принять участие в красивом масштабном вечере не смогли целых три поколения наших выпускников И вот, долгожданный день и плохая погода Праздник не стали отменять, а просто перенесли его в здание Дети мечтали об этом, выплеснуть все свои эмоции Поэтому замечательно, все проходит замечательно К сожалению, что погода сейчас только пришла в порядок Хотели все-таки на площади мы встретить Замечательно, детям очень нравится, они танцуют, веселятся И мы с ними Чтобы вечер запомнился, организаторы хорошо подготовились Местом проведения выбрали развлекательный комплекс Норд Достаточно места и есть большой танцпол Для ребят пригласили ведущего, подготовили красивые декорации, даже шоу от московских гостей Однако прежде напутственные слова от официальных лиц города А впереди у вас взрослая жизнь с безграничными возможностями И я думаю, что каждый из вас пройдет достойно этот путь Приглашенные артисты и их репертуар настолько понравились нашим выпускникам Что на танцполе буквально не было свободного места Танцевали все, кто сам с собой, другие в компании друзей Кстати, связь после выпускного никто терять не собирается Ну на это и есть встречи выпускников, которые у нас проводятся в школе Во всех школах проводятся И которые я обязательно буду посещать, чтобы вспоминать школьные годы И видеться со своими одноклассниками Общегородской выпускной для ребят длился до двух часов ночи После традиционной старшеклассники встречали рассвет Более подробно о выпускном вечере вы сможете узнать в специальном репортаже Следите за нашими новостями Ангелина Буржинская, Екатерина Балакина, Денис Ефремов Телерадиокомпания «Юганск» Первое в мире путешествие женщины на орбиту состоялось 60 лет назад В честь юбилейной даты в Ярославле состоялась торжественная встреча с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой Пообщаться с ней смогли и нефтьюганские воспитанники технопарка «Кванториум» Подробности у нашего корреспондента Нефтьюганские ребята не могли поверить, что именно их выбрали для поездки на такое грандиозное мероприятие Это произошло очень спонтанно и неожиданно, как для преподавателей, так и их воспитанников Нам в среду позвонил наставник, спросил, хочешь ли ты полететь в Ярославль на праздник Терешковой Я согласилась, позвонили родители, родители тоже дали согласие свое В пятницу мы уже вылетели в Ханты-Мансийск, поехали в Ханты-Мансийск и вылетели оттуда в Ярославль Торжественное мероприятие началось захватывающе Русские витязи исполнили пилотажную программу для участников А после каждый смог ознакомиться с экспонатами Космического музея Впереди ребят ждало главное событие – встреча с виновницей торжества На встречу мне очень понравилась парад самолетов, сама Валентина Терешкова Она была очень добрая, очень позитивная, очень молодая еще, очень много в ней сил еще и духа Практически трое суток длился полет первой женщины-космонавта на космическом корабле «Восток-6» Денису Чусовитину очень запомнилась ее фраза перед вылетом Ведь он и сам уже более шести лет занимается по направлению космоса У Валентины Терешковой был позывной «Чайка» А перед своим вылетом она сказала «Эй, небо, снимай шляпу» Больше всего меня поражает это разные планеты, каких они могут быть огромных размеров Ну, звезды, планеты – это все очень интересно Свою детскую мечту увидеть космонавта своими глазами исполнила и Алла Пивоварова Она сопровождала своих воспитанников на протяжении всего пути Сегодня получается, что девочка выросла, а мечта-то сбылась Увидеть космонавта, притом еще не мужчину, а женщину Еще больше преклоняясь перед мужеством героизма нашей Валентины Терешковой Для кванторианцев это была особенно познавательная встреча Она дала огромный заряд активно развиваться в своем космическом направлении Кстати, на праздник в честь первого полета женщины в космос Отправились 30 школьников из нашего региона В их числе трое нефтеюганцев Игорь Шмелев, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск» В Уватском районе состоялось важное экологическое мероприятие Направленное на восстановление особо ценных пород рыб В Иртыш выпустили молот сибирского осетра Когда-то он был одним из символов России А сейчас этот вид на грани исчезновения и занесен в Красную книгу В важную миссию по восстановлению рыбных ресурсов Включились нефтяники РН «Югазнефтегаз» Уже более пяти лет он ведет активную деятельность в сфере восстановления биоразнообразия Контрольные измерения и мальки отправляются в большое плавание В этом году это первый выпуск молоди краснокнижного сибирского осетра Зарывление водными биологическими ресурсами Это одна из самых масштабных и важных акций в сфере экологии Она направлена на восстановление популяции опертыжского бассейна Как отмечают специалисты, выживаемость искусственного выращенной рыбы достаточно большая Именно в Иртыше есть естественная популяция осетра Наша рыба, которую мы сегодня выпускаем Перемешается с естественной популяцией И пойдет дальше все вместе на ногу Скатываться вниз по реке в лобскую губу Там наберет массу и через несколько лет вернется сюда уже взрослая половозрелая рыба И продолжит популяцию сибирского осетра Эту партию малышей вырастили на Югорском рыбном заводе Первые полгода уходят на стадию развития икринок Затем мальков перемещают в производственные бассейны А после перехода на активное питание рыбу располагают в искусственно созданные пруды Правильный запуск молодых осетров не менее важен, чем их содержание Рыбу переплавляют по специальным желобам, чтобы максимально снизить травмоопасность Также очень важно соблюсти температурный режим Перед выпуском непосредственно измерили температуру среди обитания Это река Иртыш и в ямкостях, в которых рыба была привезена Там у нас был перепад полтора градуса Но потом закачали воду из естественной среды обитания Температуру выровняли То есть у нас теперь никакого стрессового состояния у рыбы не будет Активное участие в выпуске молоди принимает РН Юганскнефтегаз Сохранение окружающей среды для будущих поколений Неотъемлемая часть их корпоративной культуры Нефтяная компания нацелена на достижение лидерских позиций В области минимизации воздействия на окружающую среду И повышения экологичности производства Сотрудничество по восстановлению биоразнообразия И искусственного воспроизводства водных биоресурсов Между РН Юганскнефтегазом и рыбными организациями Длится с 2017 года За это время удалось достичь больших результатов С начала реализации программы Выпущено более 280 миллионов мальков В том числе сибирский осетр, муксун, стерлядь, чир, пеледь В этом году планируется также выпуск сибирского осетра и муксуна Восстановление популяции особо ценных пород рыб Это лишь часть экологической программы РН Юганскнефтегаз Она также включает в себя комплекс мероприятий Направленных на сохранение окружающей среды Это и рекультивация земель, экоакции, субботники Такая многолетняя работа позволит сохранить Биологическое разнообразие на десятки лет Дарья Горельцева при поддержке 7 канала На этом наш выпуск завершен Всего вам доброго, до встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok